Спасибо большое, что пригласили на эту замечательную конференцию. Я здорово провел время, особенно сегодня утром. Глядя на предыдущую презентацию, я постараюсь поскорее все провести. Это не для меня. Что ж. Я должна была положить о применении галлиума 68 в ПЭТ И, конечно, я поговорю в онкологии и некоторых частей онкологии, потому что в данный момент очень здорово сравнительный разговор с предыдущими спикерами И они очень много чего уже покрыли, очень много обсудили Итак, галлиум 68 – это РФП Его можно сгенерировать Его полураспад – один год Вы покупаете его на один год Его можно… Эта система меня не очень любит О, у вас лучше получилось, чем у меня Также можно его на циклотроне произвести И это как генератор сейчас работает Он меня не любит Так как это металл, галлиум Можно применять с другими металлами для радиотерапии В атероностике Можно мне на следующий переключить? Все, я сдался, я больше не буду сам это делать Можно следующий? Спасибо большое Итак, он обычно метит, его обычно метят Вводят И вводят, так как он чистый Следующее Можно побыстрее? Следующее, следующее, следующее Итак Нет проблем Итак, как вы здесь видите Не всегда обсуждается Наиболее часто использую Это флорид Если вы посмотрите на галлий Его полураспад меньше, короче И опозитроны дольше Поэтому он не так здорово Не так хорош, как фтор Можно сравнить Со всеми остальными веществами Которые обсуждались У которых больше период полураспода Например, чтобы метить антитела И вам нужен циклотрон ближе к собственному аппарату И в данный момент Самый часто используемый для рутинного использования Это фтор Чтобы это сделать Вам нужен вот такой вот Такой доступ к галлиуму Также можно использовать Это класс А Ламинарный поток Это открытая система Если вы делаете в закрытой системе У вас будут другие горячие клетки После этого Это был первый Первый такой аппарат И как вы видите Это был некий прототип С трубками везде И справа вы видите Это такая вот система меченья Вот в 2010 Заменили более Современной системой Которую можно купить Но сейчас Третье поколение Система Вы видите Изменения Она проще И очень важное изменение Это кассета Вы адаптируете кассету К системе И вы вводите И говорите Какой пептид вы хотите использовать Он очень гибкий Он очень удобный Следующий слайд Также у нас сейчас есть Определенные наборы То есть это уже не открытая система Это закрытая система Например вы используете Первый набор Например Два набора Во Франции Первый Самокит Это дофа Вы присоединяете Генератор Вот справа Вы его присоединяете К набору И система Сама Сделает все Это как Как техник Это очень удобно Гораздо удобнее А здесь Еще один тип Набора Для ПСМА 11 Тоже его можно достать Он гибкий И он Видимый И это хорошее решение Следующий слайд Пожалуйста Теперь что касается ДОС Очень удобно Теперь дозировать Вы видите здесь Типы Следующий слайд Я дам некоторые примеры И конечно Если у нас нет времени Вы меня ограничите Всегда Описывали Профессором Вишковой Правильно я произношу? Да? На меня не так плохо Получается по-русски Спасибо Первое Это Саматостатин Рецепторы Леганты Следующее Это уже показывали У нас три Основных РФП Для Этого имиджинга Это Первое Это ФДГ Это если Агрессивная опухоль С другими ФДОПа Или ДОТАТО Или ДОТА Как-то там Как вы ее называете Как удобнее То есть Леганты Метастатина И теперь я Быстренько Пробегусь В каких Случаях Нам стоит Использовать ФДОПа Нам стоит Использовать Галиум Итак Вот видите Старый На спектр Следующий Итак Физиологическое Биораспространение Видите ПЭТ Очень хорошо Видите То есть Если Оно здесь Плотное Мы не используем Аффект Итак Вы имеете От Зависит От К-61 То есть Если У вас Все Зависит От Гистологического Типа Вашего Рака То есть Насколько Он Гетерогенный То есть Какая Гистология Вовлечена И от Этого Зависит Что вы Используете Итак Две Большие Два Больших Типа Нероэктодем Это Тероидная Карцинома И Эндодерм Это Также Называется Панкреатит Гастроэнтерологический Панкреатит А также Он В Бронхах Но Все еще Связан С Гастроэнтерологией И У нас Три Типа Передний Средний Или Нижний Тип Кишок Вовлечен Еще Как я И говорил В случае Передней Части Он может Быть Информативен Только в Случае Агрессивного Типа Рака И В этом Случае Эфдопа Не стоит Не стоит Использовать Вам Стоит Использовать ПЭТ Потому что он Более информативен Следующий Например У вас Есть Слева Эфдопа И Очень Явновидный В Поджелудочный Следующий Еще Один Пациент В Его Заболевание Видно Вот Вы Видите Здесь Очень Четкую Точку Да Все Видно Итак В случае Среднего Расположения Все Совсем По-другому Эфдопа У нас Гораздо Лучше Используется Больше Показывает Если Вы Хотите После Этого Полечить Пациента Вам Нужно Нужно Дота Тот Для того Чтобы Посмотреть Связывается Ли То есть Вам Вот Например Эфдопа 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 Конечно Вы видите Что одно и то же Показывается Но разный Разный уровень Картинки То есть Эфдопа Почти Ничего Не Показывает В отличие От второй Картинки То есть Вы видите Совсем По-разному Иногда Итак Дота Ток И Эфдопа Эфдопа Очень Хорошо Показывает В случае Вот этого Поражения Печени А Дота Ток Не Очень Информативен Люди Думали Что Это Ложно Позитивный В случае С Эфдопой Тот же Самый Пациент Год Спустя Видите Вот У него Сильно Распространенная Раковая Опухоль Это Метастазы В печени Вот Как он Пришел К нам Вы Видите Также МРТ У нас Хорошо Показывает Эфдопа Более Чувствительно Чем Дота Дот В Средней Кишке Следую Еще Один Пример У этого Пациента Мы Использовали Дота Ток И даже Несмотря На то Что Это Была Подвздошная Часть Это Была Средняя Кишка Мы Хотели Полечить Этого Пациента Но У него Были Метастазы И Мы Не Смогли Лечиться В ДОП И мы Лечили С Дотадоком Или С Дотатек Как мы Его Называем В Европе Или С Лютицием 77 Достаточно Хорошо Видный Скан Мы Обычно Сравниваем С ДОП Если Хороший Результат Мы Не Используем Эту Терапию Вот Здесь Вот Вы Видите Ответ У Пациента И То Что Мы Использовали Это Эвдофа Потому Что Использую Дотаток С Лютицием Если Даже Вниз Спустится Вы Не Уверены Что Все 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 Клетки Ответили А Мы Уверены В Случай С ДОФ И Что Ответили Все Потому Что Здесь У нас Будет Рецептор Метастатина Тот Же Самый Пациент Следующий Слайд И Нижние Части Все Гораздо Сложнее Очень Ограниченный Опыт И Вот Вы Нам Уже Показывали Более Сложно В этом Случай Попытаться В этом Случай Мы Можем Попробовать И ФДЖ И ДОФ И Дотаток Но ФДЖ Наиболее Агрессивный Это Пример С Дотаток И В данном Случай Хороший Ответ Был Хороший Вектор У нас Здесь Показал Вот Пример Рецидива Бронхиальной Части Мы Обычно Не Используем ФДОФ С этим И Мы Используем Дотаток Или ФДЖ Потому Что Очень Часто Получается Происходит Появляется Синдром Кушинга И По нашему Мнению В этом Случай Лучше Всего Дотаток То Вы Видите Здесь Очень Хороший Ответ И На ФДЖ Наоборот Отрицательный Ответ Также ФДОФ Используется С Рецидирующим Раком Если Вы Хотите Лечить Такого Пациента Нужно Использовать ПРРТ Иногда Это работает Иногда Нет И Вы Совершенно Правильно Сказали По поводу Стресса Да Нужно Сначала Все Исследовать По моему Мнению 50 минут Это лучше Лучше Даже Еще Раньше Чем 50 минут Также Вы Можете Попробовать Галиум С Этими Всеми Патологиями Я Не Дам Вам Примеров Потому Что Лучше Вы Пейте Кофе Вы Заслужили Итак ПЭТ Это Трейсеры Которые Были Разработаны Для Инсулином Это Лечение Диабета И Они У нас Обмечены Галием И Вы Видите Инсулином Мы Уже Даже Опубликовали Результаты Мы Сейчас Над Этим Работаем Здесь Очень Сложно Обычно Увидеть Инсулином Потому Что Иногда Положительный Иногда Нет С Дофей Следующий Слайд PSMA Вы Очень Много Уже Об этом Говорили Поэтому Я Постараюсь Покороче Это Сделать Следующий Вы Все Знаем Что Так Спасибо Большое Можно Выдохнуть Потому Что Мне Показывает Минус Семь Секунд Пожалуйста Следующий Как Вы Знаете В данный Момент Мы Используем Галиум Мечен То Есть У нас Не PSMA PET То Есть У нас Леганты Мы Это PSMA Леганты Но Один Который Мы Используем Чаще Всего Это 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 Называется PSMA 11 Это Был Разработан В Германии Следующее Это Нормальное Биораспределение И В данный Момент Вы Видите Что У нас Трейсеры Фрёк Фторхлор Следующий Это Тоже PSMA Это Распределение Вы Должны Знать Что Вот Здесь У нас Включено Все Это Нелимфатические Узлы Вы Должны Хорошо Понимать Анатомия Такие Обычно Легко Распределить Легко Увидеть Патологии Можно Использовать Их Чтобы Стадию Увидеть Очень Очень Последние Результаты Оно В принципе Составляет Конкуренцию МРТ Потому что Мы знаем Что Если PSMA Высокий Можно Взять Пробу У 20 С При помощи 20 Иголок И посмотреть Патологию Многие Умрут Из-за Этого Из-за Этой Пункции А некоторые Будут Жить Именно Поэтому Нужно Понимать Где Именно Первичная Опухоль Поэтому PSMA Пэт Очень Важно При Определении Где Именно Находится Рак Именно В этом Случе Мы Используем Лютиции МРТ Но PSMA Пэт Сети Горазгатая Лучше Чем МРТ Еще Одно Исследование Которое То же самое Показывает Чувствительность Одинаковая К обеим Модальностям Но Чувствительность Лучше SPED Видите Очень хорошая Чувствительность Мы Видим Первичный Рак В Трех Четвертых Пациента Итак Первоначальная Гардировка Следующая Это Пример Мы Из моей Работы Из моей Собственной Команды Этого Пациента Мы Провели Мы Определили Какой Риск У Пациентов С Высоким Риском Со Средним Риском Если У них PSA Больше 20 Это Высокий Риск 10 Низкий Риск В этом Случае Вы Видите Уровень 7 Не Очень Высокий Но Сама Опухоль Была 8 Поэтому Мы Провели Определение Мы Посмотрели На Лимфатические Узлы Мы Посмотрели Много Лимфатических Узлов И Мы Таким Образом Меняем Лечение Это Всегда Важно Нужно Нам Лить Менять Лечение Или Нет В данном Случае У Нас Были Сомнения Потому Что Мы Не Знали Есть Инфильтрация И Поэтому Мы Посмотрели Что PSA 11 А Вы Видите Но PSA Было Совершенно Нормально Мы Знаем Из Литературных Источников Что И Когда Мы Контурируем И Видим Вот Такую Метастаз То PSM А Работает Лучше Следующий Слайд Это Первичный Очаг Показан Четко Виден И Мы Решили Сделать Привести Радиотерапию В случае Заболевания Данных Предстательной Железы И После Радиотерапии PSA Снизился Существенным Образом Меньше 1 Нанограмма На Миллиметр И Очень Важный Момент Это Показания Прежде Всего Для В случае Рецидива И В случае Рестадирования Давайте Посмотрим Как Работает Гелемичный PSMA Это Так Называем Оккультный Рецидив PSA Повышается Необходимо Применить Таргетную Терапию Или Конечно Вы можете Проводить Гормональную Терапию Но Если Вы Делаете Таггертную Терапию Вы Должны Четко Понять И Обосновать Почему Вы Это Делаете Недавняя Публикация 332 Пациента Исследование Было Вовлечено И Процент Выявления Согласно PSA После Простатокотомии Например Мы Говорим Уже Когда Смотрим О Рецидиве Мы Говорим Что Когда PSA Повышается В рамках Более чем 0,2 Но Здесь Мы Видим Положительные Результаты И Совсем Другая Картина Если Если Мы Изначально Начинаем Лечить Радиотерапию И И Уровень Рецидива Будет 2 Плюс Надир PSA Слева На слайде Мы Вяжем Положительные Результаты Более Чем 30 Процентов Ну Здесь Уровень PSA 0,2 0,4 Но Затем Произошло Повышение PSA Приблизительно 1,2 Нанограмм На миллилитр И В данном Случае Втор Холин У этих Пациентов Также Положительный И Два Последних Столбика Это Удвоенное Время Это Очень Важный Параметр И Время Удвоения Если Короткое Время Удвоения Мы Говорим О том Что Это Агрессивный Рецидив Вот Как раз Это Все Показано На Втором Второй Столбик Демонстрирует Это А если 85% Положительности Если Происходит Удвоение Меньше Чем 6 Месяцев А если Больше 6 Месяцев То Приблизительно Мы Получаем Результаты Где-то В районе 23% 30% 23,9% А затем Сравнили Холин И ПСМА Положительность Использовали МРТ ПСМА 11 Показывает Лучшие Результаты Чем Сцентография Костей Это Продемонстрировано В таблице Если Мы Делаем МРТ Тазовых Костей Вот Два Случа Холин Положительных И ПСМА Отрицательные Пациенты Это Означает Что В этот Момент Во Франции Мы Используем Холин Как Первую Линию А Затем ПСМА Можно Конечно Изначально Привести Исследование С ПСМА 11 А затем С Фторхолином Еще Следующий Пример В данном Случае Мы Видим Используем Гали Меченые ПСМА Флюрхолин ФСМА Отрицательный И Здесь Продемонстрированный Рецидив Рака Простательной Железы Еще Один Случай Слева ФСМА Или Фторхолин Здесь Мы Видим Рецидив Это Лимфоузлы На ПСМА 11 Которые Не Визуализировались С помощью Фторхолина А вот У этого Пациента Мы Видим Два Лимфоузла Которые Не Визуализировались С помощью ФСМА Следующий Пример Совершенно Ясно Слева Отрицательные Результаты А справа ПСМА 11 Очень Положительные В этот Момент Мы Говорили О Лигометастатическом Рецидиве Мы Видим Не Два Или Три Очага Большое Количество Очагов И Мы Можем Пролечить Их С пользуя Индивидуальный Подход И Добиться Более Длительного Выживания Если Мы Посмотрим На ФСМА Например Визуализацию То мы Не Видим Этих Метастазов Поэтому Необходимо Использовать Данный Метод Более Чувствительный Метод Для Того Чтобы Принимать Правильные Решения В отношении Дальнейшего Введения Пациента Еще Следующее Это То Как Мы Ведем Пациента ФСМА Отрицательные ПСМА Положительные Наблюдение В случае Назначения Терапии Опять Мы пропустим Этот пациент Прошел Через Несколько Исследований Мы За ним Наблюдали Лечение Было Назначено Мы За ним Наблюдали В начале Лечения ПСМА Отрицательное Было А после Лечения Доксидак В целом Мы Увидели Рецидив Это Уже Второе Второе Изображение Вторая Визуализация Может быть Необходимо Было Изменить Лечение Следующее Здесь Визуализация Лимфоузлов После Этого Опять Произошел Рецидив Быстро Очень Сейчас Пробежимся На Втором Изображении ПСМА Мы Подтверждаем Рецидив Проводилась Радиотерапия На этот Лимфоузел Мы Продолжаем Сканирование Несмотря На то Что Проводилась Радиотерапия Все равно Произошел Опять Рецидив Это видно На третьей ПСМА Визуализации И В заключение Такой Подход Тертоностики И раньше Применялся И сейчас Использовали Здесь мы Видим Опять же Использование Визуализации С помощью ФСМА ПСМА 11 Мы Провели Лечение И В конце Концов Получили Ответ Также Мы Полагаем Что Несмотря На то Что Иногда Все-таки ФСМА Не показывает Нам Положительных Результат Но важно Все равно Использовать И этот Радиомаркер Радиофромологический Препарат Хемокин Может Использоваться Это Тип Хемокин Хемокин Экспрессируется Во многих Случаях Рака В частности В лимфоме И тогда Вот Именно Данный Подход Был Предложен Для того Чтобы Например Ставить Такой Диагноз Как Лимфома В данном Случа Это Может Быть Нейрома И Существует Большое Количество Радиофромастетических Препаратов Прежде всего Это Леганды Рецептора Самостатина Самостатина Другие Радиофромпрепараты Могут Использоваться На первой Линии Мы видим ФДГ А Следующая Линия Это Ингибитор Ингибитор Фиброблаз Активированного Протеина Мы Смотрим На Строму Опухолю И Это Очень Интересно В случаях Когда Когда Строма Опухоли Например Когда Строма Опухоли Начинает Захватывать Фармапрепарат В частности Если имеются Рецепторы Сравнили Сравнили Различные Опухоли С различным Экспрессием Рецепторов Если Например Опухоль Головы Или Метастическое Поражение Головного Мозга То Лучше Использовать Вот этот ФАПИ Радиопрепарат Существует Различные Патологические Состояния Которых Мы можем Использовать В частности Гали 68 Которые Были Представлены Экрама И Необходимо Сказать Что ПСМА 11 Хорошо И часто Используется При Диагностике И Наблюдении За пациентами Страдающие Ракопредстательной Железы Но Необходимо Сейчас Отметить Следующее Что Проблема Заключается В следующем Первая Генерация Данного Радиопрепарата Была Практически Использована В России Но Сейчас Данный Препарат Достаточно Дорогой И Конечно Это Определенные Ограничения Необходим Также Генератор Но Радиофармацевтические Препараты С Помеченные Галем 68 Могут Использоваться В любое Время Без Необходимости Достатки И Без Необходимости Длительного Ожидания Данных Препаратов Необходимо Использовать Генератор Все Может Быть Сделано В течение Четырех Часов И Результаты Конечно Более Воспроизводимы Да Наиболее Популярные Радиопрепараты Это Вторм Меченые Эквиваленты Которые Будут Скоро Доступны На рынке Когда они Пройдут Регистрацию На рынке Но Вопрос Заключается В следующем По какой Цене Они будут Продаваться Тонастический Подход Является Хорошим Прямым Особенно Хорошо Работает При Применении Леган Отмеченных Галием 68 Необходимо Проверять Эффективность Использовать Их Для Регистрации Для Отслеживания Эффективности Радиотерапии Редактор субтитров Редактор субтитров